Всем привет! Доброе утро! Хотя уже нет, не утро, уже добрый день. Я наконец-то отдохнула. Вчера целый день отдыхала, две ночи уже прошло с тех пор, как я приехала от дочки. И только сегодня уже я проснулась уже в нормальном состоянии, с нормальной головой. В общем, спина моя уже отдохнула, я вся отдохнула. И вот пришло время наконец-то рассказать вам, девочки, с какими нюансами вы можете столкнуться, если будете заказывать мебель на заказ, особенно какие-то нестандартные размеры. С чем мы столкнулись? Я, конечно, помалкивала в тряпочку, помалкивала там, потому что я, честно говоря, закипала как самовар временами, но я понимала, что злить работника не стоит, который у вас работает в квартире. Заменить мы его не можем, потому что в этой фирме он один сборщик. А если брать сборщика со стороны, то дело в том, что я когда работала сама на мебели и также на заказной мебели, еще давно в Москве, там в договоре есть такой пункт, что если вы берете, собираете мебель самостоятельно, то тогда, в общем-то, фирма снимает с себя ответственность за сборку, но вообще, наверное, за много чего снимает ответственность, поэтому в случае рекламации, какого-то брака, скола, царапины и так далее, прочее, фирма может сказать, что это, допустим, уже эти нюансы сделали ваши сборщики, да, или вы сами. То есть там трудно уже потом доказать, что я не индюк. В общем, короче говоря, лучше всего, конечно, чтобы сборку проводила та компания, та фирма, которая мебель вам изготавливает. Тогда уже там, собственно, один руководитель, один директор, который полностью берет на себя ответственность, замена там деталей каких-то, исправление каких-то там нюансов, там брак, не брак, в общем, все это уже идет от одного руководителя, и он за все отвечает. Поэтому мы не стали уже искать никаких других сборщиков. Ну, собственно говоря, то, что касается сборщика, единственное, что вот этот, которого нам дали первоначально, мужчина со скверным характером, потому что изначально, как у нас было сказано, что мебель нам утром привозят, в 10 часов привозят мебель, ее, правда, выгружали долго, там больше двух часов, а потом уже в 12 часов должен был прийти сборщик, начинать собирать, и сказали, он будет работать допоздна, и, в общем-то, как-то мы думали, что он, собственно говоря, в этот же день все и соберет. Вроде бы такой был уговор. Но не тут-то было. Он пришел и сразу сказал, что кто вам сказал, что это за один день делается, дней пять понадобится. При том, что в 12 часов первый час его нету. Позвонили ему, он говорит, я часа на два задержусь, у меня тут еще работу надо доделать, и, в общем, вам попозже приеду. В 2 часа мы к ним, 2 часа нету, 3 час. Опять ему позвонили, он уже с таким раздражением. Я еще не ехать далеко, и, в общем, приеду часам к 5. В общем, в итоге он приехал без 15,6, девочки, только без 15,6 он приехал к нам. И он по телефону уже раздраженно отвечал. Мы уже тут, в общем, в ожидании сидим. Не выйти в магазин, дочка не может. А тут же день рождения. На следующий день мы уже готовились к тому, что мы уже будем покупать, там, собственно говоря, какие-то продукты раньше, может быть, позже, что-то готовить, готовиться. В общем, короче говоря, ну, наше время, то есть мы сидели в ожидании его. Да, если бы он сразу сказал, я приеду там часам к 5, там, вечером к 6. То есть мы уже могли бы свое время как-то распределять. Она уже могла бы пойти там с ребенком погулять, в магазин сходить, какие-то дела поделать. Все сидели и все ждали, в общем, ждали вечера, пока он пришел. Потом он пришел, открыл чертеж, в общем, там собрал только две вот такие полочки небольшие на коридор, и все, в 9 часов он уже ушел домой. Но он сказал, что вроде бы помощь, там взяли на работу новенького мужчину, который, ну, он, в принципе, не новенький, он со стажем, но просто он новый в этой фирме, устроился работать, собеседование прошел, и вроде бы как его дадут в помощь. Но он говорит, я посмотрю, как он работает, если нормально, то хорошо, если не нормально, то мне помощник такой не нужен. И, в общем, короче говоря, в общем, все было непонятно, все было неизвестно. Это то, что касается вообще организационной работы. То есть у меня претензия первая была в том, что все не организовано в плане того, что наше время, наше время забрали у нас, из-за того, что нам не сказали точно, когда будет сборщик. Ну, я так поняла, что этот сборщик, он вообще, в принципе, он сказал, я не работаю на эту компанию, я сотрудничаю с этой компанией. То есть он сам себе король, его просто позовут, когда нужно там что-то собрать. Но он в любой момент это может и отказаться делать. И с таким человеком было очень трудно, собственно говоря, вообще общаться. Он не очень коммуникабельный, знаете, в общении, ну, как-то там себе на уме. Трудный характер, это трудно. Это хорошо, что я еще человек терпеливый, сдержанный, поэтому я уже думаю, ладно, выступить я всегда успею. Посмотрим, что будет дальше. Для меня, в общем-то, важен результат. И вот так вот первый день у нас прошел. На второй день, когда уже начали собирать вот эти шкафчики, я уже смотрю, что шкаф, который с левой стороны, внутренний шкаф, который уже идет за дверцей, он по глубине меньше, чем правый шкаф. Я вам сейчас на схемке, это хорошо, что я просто сфотографировала схемку вот эту вот. И я вам сейчас покажу, в общем-то, что там по размерам не так получилось. Да, что еще хотела сказать. В общем, когда он ушел вечером, он оставил свои вещи, инструменты, и вот эти вот договор, чертеж, не договор, а там чертеж, чертежи, в общем, оставил все это. Я взяла эти чертежи в руки и решила посмотреть повнимательнее, что там, потому что там поначеркано, исправлено. И вот что я вам хочу сказать. Значит, какой другой нюанс. Когда вы заказываете мебель на заказ, прежде чем подписывать договор, к которому прикладывается чертеж, попросите менеджера обязательно перед тем, как вот этот чертеж впускать в работу, пусть он его перепечатает, перерисует. Тем более сейчас это делает все компьютер, это все делается быстрее. Я в Москве чертежи эти чертила от руки, и у меня покупатели вот просто, мы уже все понарисовали там, поисправляли где что нужно, и потом я просила покупателей, чтобы они немножко погуляли. Я перечерчивала весь этот чертеж на чистовую, чтобы не было там ни одного исправления, везде указаны размеры, и только потом уже просила подписать уже этот договор. Я уже второй раз сталкиваюсь у нас в Ростове. Мы когда еще делали шкаф у дочки на той квартире, где она жила в своей еще предыдущей, там тоже вот, ну а вы, кстати, видели у нее здесь вот эти два шкафчика беленьких, которые стояли в комнате, шкафчики на заказ. Там тоже вот это проектировала я, эти шкафчики, и в общем тогда уже, когда собрали шкафы, я что-то смотрю не то, и там вот эта дверца, которая открывается сюда, как столешница, она оказалась выше, чем чертила я, и потом уже я, почему я сразу, ну и уже все было скроено, все сделано, тоже сразу не кинулось. Я потом обнаружила, что там не выдержаны вот эти вот размеры размеры от пола до столешницы и так далее, ниши некоторые, были изменены размеры, там тоже чертеж был весь поначерканный, тоже там что-то вот исправлял этот хозяин, и на чистовую все это не было времени перерисовать. И в общем, короче говоря, видно закройщик, вот который уже выкраивал эту мебель, да, эти детали, может быть что-то где-то там не разобрался, и где-то какие-то размеры изменили. Вот так же получилось уже второй раз, и с этим гардеробом тоже изменили размеры, нас не предупредили. Но давайте я вам в конце концов покажу этот чертеж, чтобы вы поняли вообще, о чем я сейчас говорю. Вот он чертеж, который нарисовали сначала от руки, и вот с левой стороны, вот где у нас идут шкафы, тут видно размер, глубина идет 40 сантиметров, ну в миллиметрах 400 получается, по стенке 45, это мы уже делали размер вот этих вот коробок, которые у дочки икеевские, их планировалось вставлять вот в этот шкафчик. И здесь тоже вот идет глубина 400, по стене 45, здесь в общем этот размер указан, ну вот это 300, это уже идут угловые вот эти уголочки. И вот видите, просто черточкой нарисовано, это где у нас идут вот эти зеркальные двери, но не учтена глубина этих зеркальных дверей, то есть вот эти направляющие, они идут вот здесь вот по глубине, примерно сантиметров 10. И вот эти направляющие крепятся на потолок, металлическая такая вот штука, конструкция, и она уходит вот сюда, то есть здесь они вынуждены были сделать меньше глубину, но нас об этом не предупредили. А так как штанга здесь вешается, она крепится сюда к стене, штанга должна быть от стены где-то 25 сантиметров, ну ширина вот этих вешалок, например. И получилось, что штанга вешается уже здесь на край, и от стены получилось там 21 или 22 сантиметра. Ну в принципе впритык, но вот если вешать, допустим, какую-то громоздкую шубу, то она уже будет немножечко вот так вот выпирать. В общем, в принципе, не критично в итоге получилось, хозяйка осталась довольна, но вот я как мебельщик в прошлом, да, я недовольна тем, что нас не предупредили. И вы имейте в виду, если вы будете делать такой, например, шкаф, и вот эта вот дверь будет идти по касательной, получается, что здесь вот, здесь, допустим, 30 выдержали, потому что угол меньше срезается, а здесь угол на этом направляющем срезается больше, он уходит глубже, поэтому 25 сантиметров получилась здесь глубина. И вот тот чертеж, который я вам показала, и вот этот чертеж, вот представьте себе, что это пошло уже туда, где изготавливали мебель, где ее выкраивали, вот это все поначеркано, потому что хотели сначала штангу вертикально, потом ее зачеркнули, тут вот это зачеркнули, нарисовали. И, кстати, вот этот вот он, этот шкафчик, который в глубиной, ну понятно, что вот эта стенка 40 сантиметров, мы от нее плясали, мы думали, что там внутрь будет, то есть чистое пространство 40 сантиметров. Он нам сказал, что нужно 30 делать, потому что идет туда направляющие, но 30 мы согласились, а то, что они здесь сделали, 40, 25, потому что штанг, вот эта направляющая, она уходит еще глубже, здесь вот такой угол получается, вот, и из-за этого, в общем-то, уже, если бы еще уже сделали, уже штангу было бы вешать невозможно, то есть вообще вот это должны были согласовать с нами, но с нами это не согласовали, и это уже ошибка менеджера, который, кстати, и делал у нас замеры, приходил к нам, и это его ошибка, что он нас не предупредил. Ну вот, а что дальше? Дальше вот еще один косяк. Когда нам приносили мебель грузчики, когда они заносили, и вот эти вот детали длинные, которые шли на гардероб, я им сказала, ставьте их в коридоре, один зацепил, ну, как-то, он зацепил потолок, я ему сказала, смотрите, потолки натяжные, будьте осторожны, но я тогда не заметила, что там уже получилась трещина в потолке, именно на натяжном потолке, и именно в том месте, где у нас закладная, потому что потолок же натяжной, и там под потолком крепилось к стене вот такой брус, деревянный брус, к которому направляющие от двери будут крепиться. Вот. И он зацепил вот как раз вот там, это место, вот этой длинной деталью. Вот. Но сразу не увидели, в общем-то, я не увидела сразу этой трещины, а потом уже, когда вот пришел сборщик, он увидел эту трещину, сказал, посмотрели, что залезли наверх, посмотрели, что там действительно не полоска просто черная, а это лопнул потолок. Вот. Ну, хорошо, что он вовремя сказал, мы сразу же связались с нашими потолочниками, они на следующий день с утра пришли, и, в общем, заклеили это место, латочку поставили, но эта латочка, она как раз ушла под направляющие, то есть она снаружи не видно, скрыта стала. Но это тоже косяк, это большой косяк, в общем-то, опять-таки, со стороны, скажем, ну, уже грузчиков, грузчики-то тоже работают на эту фирму, да, вот. Ну, мы этот вопрос решили, уладили, хорошо. еще один косяк, это вот со стороны сборщика, я когда увидела, что он принес такой вот аппарат, который что-то будет резать, такой аппарат, как, я не знаю, круглая какая-то пила, такая штука, вот, я поняла, что где-то что-то будет он резать, я его сразу попросила, я говорю, если вы будете что-то там отпиливать, резать, пожалуйста, делайте это за дверью на площадке, чтобы здесь не было пыли, мусора вот этого, тем более, что мы туда-сюда ходим, мы там живем, ребенок бегает, котенок бегает и так далее, вот. Но потом я смотрю, он пилит, но одно дело, когда он пилил еще какие-то там деревянные изделия, то есть там просто стружка, да, деревянная была, при том, что он отпиливал, в общем-то, МДФ, там просто как стружка, как пыльца, это же бумага прессованная. Но когда я увидела, что он уже пилит вот эти вот металлические направляющие и мелкая металлическая стружка уже стала на полу в коридоре, а у нас ребенок мотается, и я ему хоть и говорю, одевай тапки, но он иногда их снимает, и босиком я просто не разрешала ему вообще из комнаты выйти. Вот. Так самое главное, что второй сборщик, более нормальный, спокойный и адекватный человек, он мне потом уже услышал, что я ребенка ругаю, чтобы он не выходил из комнаты, потому что металлическая стружка. И он говорит, вы мне скажите, где там веник, я сам подмету, все уберу, в общем, не беспокойтесь, сделаю. Потом уже, когда вся работа закончилась, и уже когда он пришел нам последние фасады навешивать уже 9-го числа, он пришел уже без этого мужчины. И он сказал, что, я еще заметила, что они каждый день уходят, на полу стружку оставляют, и не подметают за собой, хотя до этого у нас плиточники, несколько дней нам в ванну обкладывали, туалет плиткой, они каждый день, вечером они за собой убирали, и только потом они уходили домой, порядок оставляли. А этот вот сказал, что в мои обязанности уборка за собой, в мои обязанности не входит. Вот так. Ну, очень трудный человек, с ним трудно было разговаривать, и, в общем, я, честно говоря, просто вот так пыхтела, как самовар, но молчала, думаю, ладно, думаю, ладно, если будет хоть один косяк с его стороны, где-то там что-то, да, тогда я уже оторвусь на нем по полной, в общем, я скажу все. Думаю, сейчас пока помолчу, не буду злить человека, он нервный какой-то, не это самое. Поэтому, думаю, пока помолчу, ладно. Потом только, вот если он мне только даст повод придраться, я уж придерусь по полной. Ну, вот он не дал, по качеству он сделал все хорошо. Вот. Ну, а то, что там вот это вот действительно глубина вот этих шкафчиков была уже уменьшена без нашего ведома, но это не вина сборщика, это вина, в общем-то, этого замерщика, того, кто делал замер, того, кто рисовал эскиз, того, кто, в общем-то, отправлял это все на закрой, и вот он нас не предупредил. И то, я так поняла, что его уже поставили перед фактом уже во время изготовления мебели, там, где изготавливали ее, ему там сообщили о том, что будет размер уменьшен, а он нам этого не сообщил, вот это вот с его стороны косяк. Вот. Но когда уже мы будем оплату полную производить, мы ему об этом скажем и уже это обговорим потом. В итоге дочка размерами оказалась довольна, коробки эти стали, но коробка там, она идет 30 на 35, в общем, ее просто повернули и она стала нормально, там чуть-чуть вот так вот краешек свисает, но это не критично. На вешалке повесились, ее там с ветера или что-то, в общем, не перекашивается вешалка, но если бы, она бы перекашивалась, если бы размер был бы уже там недостаточный, для того, чтобы вешалка висела нормально, да. Вот. Потом, что еще? По поводу того, что он медлительный, да, на самом деле он такой медленно очень работает, сначала это возмущало, первый день, второй день, и дочку, и меня это возмущало, что медленно работает, но уже тот, который второй пришел, кстати, с опытом большим работы, мужчина, у него 20 лет стаж в мебели, он сам оказывается, мебель тоже изготавливает, и сам ее и собирает, и в принципе, он мастер на все руки, бытовую технику подключить, может все. Единственное, что он просто приехал в Ростов из другого города, поэтому он сюда устроился, чтобы, ну, где-то как-то что-то подработать. Ну, а 20 лет в Москве на мебели работал, в общем, большой опыт имеет, и при том у него вполне даже миролюбивый характер. Второй мужчина мне понравился больше, с ним было проще общаться, и, в общем, обговаривать, обсуждать, он мог с нами спокойно обсуждать, обговаривать любые моменты. Единственное, что мы это делали, за спиной того первого, чтобы он нас не слышал. Вот знаете, как трудно, когда у человека трудный характер, особенно человек с трудным характером приходит работать в квартиру к людям, а он никому не кабельный, к нему обратиться невозможно, не мешайте, вы мне мешаете, вот, я сам все знаю, и все такое прочее. Очень трудно с таким человеком разговаривать, и о чем-то договариваться. Раздражает. С другой стороны, конечно, вот это, такому человеку можно работать под ключ. Знаете, это когда вот отдал ключи, человек там, когда собрал, тогда собрал, главное качество. А из-за того, что мы в этой квартире живем, и мы тут ходим, и поэтому, ну и у нас какие-то, может быть, вопросы возникают, или еще что-то там сказать, даже хотя бы попросить, да, вот я попросила, чтобы он не пилил в квартире, а он, плевать ему, он пилит, и он уходит, и все это вот оставляет за собой, ничего не убирает, и, в общем, приходилось молчать, терпеть, пока работу все полностью не завершит. Вот так вот. Но это хорошо, что у меня такой еще характер, знаете, сдержанный. И дочка тоже, она человек не скандальный, она миролюбивый человек, и тоже она не любит вообще ругаться. Конечно, если бы что-то ее прям сильно не устраивало, она, естественно, возмутилась бы и сказала бы все. Но так как посмотрели, что там, в общем-то, это все не критично, решили, что пусть останется так, как есть. В общем-то, все в конце концов удовлетворило нас. Просто на будущее, если кто будет заказывать, вот учтите вот эти вот нюансы. Если бы я знала, если бы нас предупредили заранее, что вот, допустим, эти направляющие будут от шкафчика забирать там сколько-то сантиметров, но мы бы тогда глубину делали, не 40 сантиметров, скажем, а 50 сантиметров этой стенки, чтобы потом частиком у нас 30 сантиметров осталась глубина внутренних шкафов. Все очень просто решается. И потом, в принципе, можно было бы еще по-другому обыграть этот момент, но я бы сейчас, если бы могла показать вам этот момент, то и сказала бы, сейчас уже не буду говорить, все, проехали, все, все в конце концов, нормально, все хорошо. Сегодня я уже посмотрела видео, дочка выпустила видео с этим шкафчиком, с этим гардеробом, но я смотрю, что она довольна, все ей нравится, все устраивает. Кстати, кто-то в комментариях написал, почему сделали штанги крест-накрест, почему идут они одна над другой, а не идут они стык на крестовину. Я так поняла, но это я уже краем уха слышала, что крестовину дали, приложили туда. Была крестовина, но этот сборщик разговаривал по телефону там с этим своим менеджером или с кем-то, с начальником своим, и он сказал, зачем вы положили крестовину, потому что крестовина ослабляет саму конструкцию, то есть конструкция может провисать из-за тяжести, может быть, каких-то вещей. То есть получается, что сейчас прикрепили одну штангу от стены к стене, и поверх нее пошла другая штанга от стены к стене. Крепится уже хорошо, капитально. Если бы одну штангу прикрепили бы так, а другую разрезали бы и крестовину бы сделали, то под тяжестью вещей крестовина могла бы и просесть. Вот. Ну, в общем, я так просто услышала краем уха, думаю, ладно, человек грамотный, знает, что делает. Главное, чтобы было все качественно, чтобы не было потом никаких косяков. И на самом деле, уже потом, когда я разговаривала с этим вторым сборщиком, он сказал, что характер у него тяжелый, да, с ним, говорит, тяжело работать, я даже сам помалкиваю, тем более я новенький, но вообще вы будьте спокойны, он делает все очень качественно, дотошно, и прям подгоняет все тютелька в тютельку. Он поэтому и медленно работает, но делает качество. Поэтому за качество будете спокойны, вот за это можете быть спокойны. Поэтому я и помалкивала, не выступала. Вот. Ну, в принципе, девочки, в итоге сборка уже закончена, довольны. Вот в гардеробе только вот этот вот был нюанс, который вот я вам сказала, потому что нестандартный размер гардероба, и некоторые моменты мы не знали, например, я с этими вот такими нестандартными размерами не сталкивалась тогда еще по своей работе. И направляющие, если у меня были какие-то гардеробы, то это были, ну, обычный прямой гардероб, и направляющие там ставились, в общем, прямые. А вот такие вот под углом, что где-то там будет что-то срезаться, я с этим не сталкивалась никогда в жизни, поэтому не знала, что это нужно учитывать. И хочу вас предостеречь, если кто-то будет делать мебель на заказ, особенно какие-то нестандартные размеры, особенно какие-то тупые острые углы или что-то, обязательно просите, чтобы вам все на чистовую нарисовали, чтобы везде все размеры понаписали, только потом уже все подписывайтесь, и скажите, предупредите менеджера, если будут меняться какие-то размеры, которые, может быть, что-то там где-то не учли, обязательно, чтобы вам сообщали об этом и согласовывали изменения размеров с вами, вот, чтобы потом претензий не было никаких. Ну, а на самом деле нужно набраться, конечно, девочке терпения, пока эту мебель собирают, особенно если это делают в вашем присутствии, вам приходится, конечно, нервничать, если что-то вы видите, вам непонятно, или что-то там изменено, допустим, да, вот, ну, там нужно ухо держать в остро. Вот, ну и все, хорошие мои, все, что я хотела вам рассказать, я вам рассказала по поводу мебели. Самое главное – результат. А результатом мы остались довольны. Кухня вообще обалденная. Но кухню я вам покажу уже, я ее сняла в общем плане, немножечко там кусочками поснимала я вам. Это уже когда гостей мы ждали, уже когда закончили кухню. И это уже идет в видео с днем рождения, с застольем. Это будет видео уже скоро. Скоро вы его увидите. И, скорее всего, наверное, это выйдет в один день с кухней, где будет уже дочка показывать все подробности кухни. Я подробности не снимала, мое дело было просто в общем плане снять, гостей ждать, стол накрыть. В общем, это вот мои были такие задачи. Подробности кухни, все это вам уже покажут, где там что, какие-то шкафчики или что. В общем, всю кухню вам покажет уже дочка. И наши видео с кухней, скорее всего, выйдут в один день. Поэтому смотрите и видео мое, и ее. Я в своем видео ссылочку на ее канал оставляю, если кто не знает, какой у нее канал. Это вновь прибывшие подписчики. Вот. Ну и все. Сказала все. На этом, девочки, видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok